Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Сегодня в нашей программе мы подводим итоги чемпионата мира, который прошел в Бразилии. Чемпионат, безусловно, выдающийся. Не скажу, не буду утверждать, что это лучший чемпионат, который я видел и тем более не видел какие-то чемпионаты. Отдельные матчи, отдельных чемпионатов, конечно, мы запомним и даже по записям, благодаря интернету и возможности теперь посмотреть практически все, что когда-либо снималось. Но то, что чемпионат мира в Бразилии нас порадовал, нас, я имею в виду любителей футбола, порадовал и новыми командами, и новыми именами, и голами. В конце концов, этот чемпионат повторил рекорд результативности, благодаря как раз последнему мячу, который был забит в финале немцами. Матч финальный для меня лично не был скучным, как это показалось многим. На самом деле, великолепный футбол показали обе команды. Да, он был настоящий финал. Да, там играли, и это было видно. И многие предполагали до начала матча, что это будет игра до ошибки. Многие из тех людей, которые особенно симпатизировали аргентинцам, говорят, что аргентинцы были более достойны победы в этом финале. Но, вы знаете, я все-таки призываю делить отдельный матч, который состоялся в определенный день, в определенный час, финальный матч, и вообще турнир в целом. Вот если брать турнир в целом, я абсолютно убежден, и это не только, опять-таки говорю, мое мнение, что сборная Германии была абсолютно лучшей на этом чемпионате. Вот с первого до последнего матча. В конце концов, в финале, даже учитывая то, что аргентинцы имели, конечно, шансы забить, но они ими не воспользовались. Воспользовались немцы в дополнительное время. Отмечу, что сборная Германия прошла весь турнир очень ровно. В некоторых матчах показывала просто выдающуюся игру. Все-таки победа со счетом 7-1 над бразильцами останется в истории. Останется также и разгром португальцев и другие матчи. В конце концов, немцы на стадии плей-офф ни разу не выигрывали с помощью 11-метровых пенальтей. Везде выигрывали, пускай в дополнительное время, но они забивали и выигрывали эти матчи. Поэтому, по моему убеждению, мы получили настоящего чемпиона. Причем чемпиона, который заслужил это звание игрой не только на этом чемпионате, но и на предыдущих крупных турнирах. Вообще, немецкий футбол на подъеме. Мы говорили об аварии, мы говорили о плеяде целой новых футболистов, талантливых футболистов, которые приходят и в сборную, и в клубы немецкие. Это, конечно, все действительно впечатляет. После относительного провала 2000-х годов начала немцы перестроили свою систему, они сделали ее гораздо эффективнее. И просто, понимаете, там не то, что между двумя поколениями у них не возникает зазора. У меня такое ощущение, что этого зазора вообще нет. Постоянная подпитка новыми кадрами в сборную, начиная от 19-летних ребят, которые приходят, и заканчивая такими выдающимися футболистами, которые по-прежнему играют в сборной, как тот же Клоза, который установил рекорд забитым мячам в чемпионатах мира. На мой взгляд, абсолютно лучшая команда. Мы получили абсолютно лучшую команду, и вы знаете, это, наверное, один из главных итогов этого чемпионата. Вот когда команда, которую и так там сначала чемпионата включали в число фаворитов, и она проходит вот так весь чемпионат, и так выигрывает финал. Это абсолютно заслуженная, абсолютно правильная, логичная, исторически справедливая победа сборной Германии. Нравится там кому-то это или нет. Среди тех людей, которые ценят футбол, даже если их симпатии были на стороне других команд, антиподов к команде Германии, но даже они признают эту историческую справедливость. Надо сказать, что... Я не скажу, что вот сейчас сборная Германии будет доминировать на всех турнирах, как там доминировала на чемпионате мира и чемпионате Европы сборная Испании. Но то, что у этой команды все есть для этого, это безусловно. Из того, что мы еще увидели на этих чемпионатах, это, конечно, очень хорошее выступление латиноамериканских команд, южноамериканских, центральноамериканских команд, ну, Коста-Рик, прежде всего, имею в виду, конечно. Мексиканцы великолепный футбол показали тоже. Я не знаю, будет ли эта тенденция продолжаться, допустим, на следующем чемпионате через 4 года. Все-таки был там и фактор того, что проводился чемпионат в Южной Америке, был фактор, что очень много болельщиков приезжало, а все-таки латиноамериканские команды подвержены этому. Поэтому в некоторых командах все-таки на первые роли вышли футболисты, которые были свежее, потому что провели просто меньше матчей, чем те футболисты, которые играли в Европе, играли в Лиге чемпионов, да, там, из которых составлены самые сильные команды европейские. Ну, с другой стороны, вот, пример немцев показал, что это не помеха, да, там, многие принимали участие в лучших чемпионатах не только Германии, но и других странах, и играли в Лиге чемпионов очень многие. Поэтому здесь говорить о том, что там особые какие-то были преференции латиноамериканских команд, нет, я этого не буду говорить, но все-таки хотелось бы посмотреть, через 4 года увидим мы вот такую выдающуюся игру сразу от нескольких южноамериканских и латиноамериканских, центральноамериканских команд, надо будет посмотреть. Интересно будет, как будет дальше развиваться сборная Соединенных Штатов Америки, которая тоже на этом турнире, в общем, под руководством Клинсмана показала хорошую игру. Сказать, что она там уже теперь записной фаворит, конечно, рано, но то, что футбол в Соединенных Штатах Америки, то, что называется сокером, да, европейским футболом, развивается бурно, развивается поступательно, да, с момента проведения чемпионата мира в Соединенных Штатах Америки, и вот на нынешний период это просто, конечно, гигантский скачок этой страны в развитии футбола. Именно в развитии футбола. Я не говорю только о выступлении одной сборной. Это вершина айсберга, которая показывает, что как раз с развитием футбола в этой стране все хорошо. Да и интерес тот, который проявили и туристы американские, и то, как это освещалось в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что футбол там выходит на лидирующие позиции наравне с NBA, я уже говорил не NHL, там, по-моему, по уровню интереса к трансляциям, по-моему, европейский футбол уже опережает хоккей. Но там есть, понятно, еще бейсбол, американский футбол. Но вот европейский футбол постепенно в этой стране подбирается к лидирующим позициям. Конечно же, та же сборная Германии и в полуфинале Голландии, конечно, доказали, что ни о какой смерти европейского футбола речи не идет абсолютно. Европейский футбол все равно остается одним из лучших, команды европейские остаются одними из лучших. Есть там проблемы с переходом вот этим, когда очень насыщенные чемпионаты, когда очень много игроков проводят просто колоссальное количество матчей за сезон, это есть. Кстати, страдают от этого не только европейские сборные. Я считаю, что аргентинская сборная, которая во многом все-таки ориентировалась на игру Месси, она пала как раз в жертву именно того, что Месси, ну, просто, конечно, был выжат как лимон. Он делал все, что мог. Многие, наверное, не видели этого, в трансляции этого не было. Но вот мой коллега по радиостанции Вести ФМ рассказывал, который присутствовал на финальном матче, что Месси просто тошнило в какой-то момент. Настолько, да, уже организм был истощен, что даже вот такое с ним произошло во время финального матча. Понятно, что там и нервные, и физические силы были на исходе. Может, поэтому он и не воспользовался тем шансом, который у него был во втором тайме, когда практически, ну, не в чистый выход один на один, но близкий к тому был, и обычно Месси такие мячи забивает. Но вот усталость и психологическая, и прежде всего физическая, наверное, не позволили ему сыграть вот в этом финальном матче какой-то абсолютно выдающийся, да, выдающуюся игру показать, и все-таки вытащить свою команду в звание чемпиона мира. Подарить ей фактически, ну, не то что в одиночку, но во многом благодаря ему бы это произошло. Вот, наверное, это все, что хотелось бы сказать, конечно, хотелось бы больше, но мы на протяжении всего чемпионата очень много говорили о том, что происходит. Но я благодарен этому чемпионату за тот футбол, который мы видели, за этот месяц просто футбольного пиршества. Были, конечно, и скучные матчи, была не очень убедительная, внятная игра нашей сборной, от которой мы ждали немного большего, конечно. Но в целом чемпионат удался, и теперь нам остается 4 года ждать, теперь уже отсчет пошел к нашему чемпионату, через 4 года он состоится здесь, у нас, в России, и это событие должно стать праздником, праздником футбола, таким, как стала Олимпиада в Сочи. Мы будем все ждать этого момента, мы впервые в истории будем принимать чемпионат мира. Это, наверное, самое яркое, что может быть в жизни болельщика, поприсутствовать на домашнем чемпионате мира, принимать его, быть хозяином. Надеюсь, что мы будем хозяева не только в том, что будем принимать чемпионат мира, но и все-таки хозяева положения, в том числе и на футбольном поле. Спасибо большое, мы будем продолжать следить за футбольными событиями, скоро совсем стартует чемпионат России. Будем следить за тем, как развивается наш футбол, говорить о болевых точках и о том хорошем, что происходит. Спасибо всем за внимание, смотрите и слушайте Вестник Кавказа.